Отец ребенка, тело которого нашли в сумке в реке Тимирника, арестован на два месяца. Такое решение вынес Ленинский районный суд Ростова. Александр Ведмецкий, подозреваемый в убийстве семилетнего сына. Был спокоен, но вопросы журналистов отрицательно качал головой. Признаете ли вы виноват? Это ваш родной сын? А вы его забрали, чтобы избавиться от 228-го? Александр. Александр. Два проекта для получения федеральных бюджетных кредитов предоставил сегодня вице-премьеру Марату Хуснулину Василий Голубев. Заседание рабочей группы правительственной комиссии по региональному развитию России провели по видеосвязи. Первый проект – строительство канализационного коллектора номер 62 для развития территории старого аэропорта и улучшения водоотведения в Ростове. Для завершения второго этапа нужно 2 миллиарда рублей. Второй проект – северный радиус, возведение двух транспортных развязок на северном обходе Ростова в районе поселка Щепкин и моста через Ростовское море. Это все рассчитано до 2025 года, но губернатор считает, нужно ускориться. Тут запрос больше, чем на 3 миллиарда рублей. Хуснулин оба проекта поддержал. Пешеходный светомузыкальный фонтан торжественно открыли на аллее Росконю защиты детей. Его реконструировали благодаря поддержке бизнеса по инициативе ростовчан. Перед запуском выступили юные артисты и устроили флешмоб. Уважаемые родители, бабушки, дедушки, совершенно уникальный день – 1 июня, начало любимого времени года всеми, наверное. И, конечно, мы задумываемся в первый день лето всегда о детях, о их судьбе, их самочувствии, о их будущем. Два, один, старт! Гонбольный сезон спортсменки и тренеры закрыли вместе с болельщиками. Девушки из Ростов-Дона фотографировались и давали автографы. Среди болельщиков разыграли призы. В этом сезоне клуб вернул титул чемпиона России, потеряв по ходу сезона всех легионерок и сменив главного тренера. Все эти трудности в этой сезоне сложились в золотую медаль. И это когда в эти моменты сложатся в одно, тогда просто у вас эти эмоции выйдут. И вот я просто не знал, что я сделал после матча, но потом только на видео увидел. Просто, знаете, эти эмоции были большие и крутые. Я считаю ключиком к победе вот стал действительно наш командный дух и как вот у нас стало в команде, потому что Томаш насчет, ну как бы, очень, очень прям чутко к этому относился. Например, там за пару дней до, я не знаю, там было ли это в СМИ, но за пару дней вот до финала, до первого финала мы, например, ходили всей командой, он нам устроил сюрприз, ходили на квест-хоррор. Ростов-Дон стал девятикратным чемпионом страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова